Я знаком, знакомый с юртовцами и с представителями, и с карагашами. Я знаю, что из карагашей вышло два великих нагайских деятелей. Это Абдурахман Умеров и Абдулхамид Джанибек. Причем Абдулхамид Джанибеков, он был по матери юртовцам. И среди юртовцев тоже я назвал Наджибы Гасри. Также был Басир Абдуллин, это первый нагайский драматург, он тоже юртовец. Также был Булат Салиев, это первый основатель историографической школы Узбекистана, первый историк Узбекистана. Он тоже юртовец. То есть там целая плеяда, очень серьезные, я бы даже сказал, не только нагайского, общеногайского масштаба, но даже общие, скажем так, на уровне тюрков России, тюрков Российской империи, они были величинами в этой среде. Какие сейчас главные проблемы у нагайского народа и какие задачи стоят? Ну вообще, не то что задачи стоят, вообще какие ты определяешь для себя задачи, с кем ты общаешься, что ты говоришь? Ну лично для меня, скажем так, задачами являются, конечно же, в первую очередь, сохранение языка. Это раз в рамках этого, может быть, не знаю, читал ты, не читал. Я на Фейсбуке, вот что касается национальной темы и истории, я в основном пишу на Фейсбуке, и я там писал об одной очень интересной теории. Это то, что скоро обучение или так, унификация к одному языку всех, она прекратится, потому что, например, человеку не нужно будет знать английский обязательно или русский обязательно, не нужно будет знать, он сможет знать только свой язык и при этом кататься по всему миру. Я здесь, я здесь. По всему миру, и то есть будут онлайн-переводчики, которые будут моментально все переводить. И для этого нужно, чтобы язык был широко представлен в сети, да, и в рамках именно вот этого, скажем так, внедрения нагайской речи и нагайского языка в сеть мы в том числе вот этот проект «Наговедние» и также мы выпустили там видео экспериментальное Ахмеда Ярлыкапова про группу Хо Банше на нагайском языке и просто титровали их русским и увидели, что на просмотрах это не сказалось, это положительный пример, и мы будем продолжать это дело. Также проблемой является сохранение наследия. То есть наследие именно в виде передачи нагайского исполнения эпосов, также того, как исполнялись свадьбы, традиции и так далее. Вот это все чисто как... Мы знаем, что современные свадьбы мало чего имеют даже со свадьбами с 70-х годов прошлого века, да. Вот это все нужно сохранять, и для этого мы тоже будем предпринимать. То есть есть у нас шаги для сохранения вот этого всего. Вот это две основные проблемы. И также задача является, скажем так, продолжение вот этого вот нагайского ренессанса, то есть продолжение собирания, если у русских это собирание земель русских, да, то у нагайцев это вот просветительская деятельность по тем частям своего народа, которые забыли о своем происхождении. Я не говорю сейчас о нагаях казахов, я для себя такой задачи не ставлю. Я ставлю задачу вот юртовцы, вот те нагайцы в Оренбургской области, которые татарами были записаны. И также мы хотим наладить, скажем так, такую взаимосвязь с крымскими нагаями, да, как бы крымскими татарами, чтобы они, идентифицируя себя крымскими татарами, были с нами, скажем так, в единых отношениях, вот как, по примеру, карачаевцев и балкарцев. То есть карачаевцы и балкарцы, у них разная идентичность, но при этом у них самосознание одного народа. Также у нас с крымскими нагаями должно быть, с крымскими татарами. То есть они будут крымскими татарами, мы на это не претендуем. Но при этом мы должны понимать, и они должны понимать, что мы один народ, и что у нас общая история и общее, скажем так, много чего нас связывает, и мы должны вместе двигаться вперед, как вот карачаевцы и балкарцы делают, да, или как, например, австрийцы и немцы, да, они же один народ, то есть германские немцы и австрийские немцы, это просто они австрийцы, а те немцы. Вот на этих примерах. Также задачей является как раз-таки изучение и налаживание связей с нагайцами диаспор, зарубежных диаспор, но эта задача решается, решается посредством как раз-таки интернета и разных частей народа. Мы дальше будем продолжать это развивать. Вот эти вот задачи я перед собой, ну, по крайней мере, я как историк, как исследователь, как активист, я вот эти вот задачи перед собой вижу. При этом плюс к этому повышение роли нагайцев в культурных связях, например, стран, как Турции, России, Россия и Евросоюза, потому что Евросоюзе в Румынии, в Болгарии, и также диаспора очень много в Центральной Европе. То есть вот этих вот, стать культурным мостом и стать, скажем так, полезными своим государством, вот эту задачу тоже мы видим перед собой. Какие основные проблемы? Проблемы я обозначил. Сохранение языка, сохранение наследия. Ну, например, вот сейчас такая тенденция есть, что многие нагайцы едут работать в северные регионы. Образуется новая, идентичность, северные нагайцы. Северские, да, их называют. Северские, да. Ты, ну, в этом плане, я просто знаю, что, ну, вообще, в целом, не знаю, как ты говоришь, ну, в целом, я вот сколько смотрю, вот историю других народов, так вот, интересуюсь, я вижу, что как только экономически какая-то группа людей не связана между собой, не живет на одном, в общем, экономически как-то она не связана, в пределах одной страны, в пределах одного города, то тут же начинают образовываться другие уже общности, другие народы. В этом плане? Ну, у нас есть опыт взаимодействия вот с такими группами, у нас есть региональная национальная культурная автономия в Ямало-Ненецком автономном округе, и это положительные примеры, на самом деле, как я говорил, именно повышение количества нагайцев, проживающих в городах, а это в основном переезды в города, они повышают число в пассионариях, да, и, например, у нас есть Ахсакал вот из Нового Рингоя, это Хайрбек Ахай Алакаев, это один из самых уважаемых вот среди вот пассионариях, да, вот людей, то есть он тоже вот такой же северский, скажем так. Также опыт вот тех нагайцев, которые из Турции переехали в Европу, это тоже такой же, те же процессы, то есть происходили, и это тоже положительный пример в какой-то роде, поэтому мы будем извлекать из этого пользу, но также есть вред, конечно, но вот с этим вредом мы будем бороться, да, вот как то, что дети нагайские, они обучаются в школах вот Нового Рингоя, и там нет нагайского языка и так далее, вот эти вот все моменты, нам нужно будет продумывать обучение нагайскому языку в онлайне и так далее, и в рамках общественных организаций, да, вот с этим, это тоже вот касается проблемы потери языка, а то, что нагайцы переезжают туда, я не считаю это прям, то есть плюс и минус, если взвесить, то плюсов даже в каких-то моментах больше. Скажи, у тебя там батарейка, сколько еще ты можешь? Ну, давай до конца. В общем, смотри, сейчас два района есть, есть район Ногайский в Дагестане, есть Ногайский район в Карачао-Черкесии. Скажи, пожалуйста, на какой сейчас из этих районов более, как это правильно, в общем, быстрее развивает нагайскую культуру, более сильно работает с языком, с развитием языка, и в целом какая сейчас общность нагайцев активнее? Я так скажу, политически активным является, скажем так, гражданское общество и так далее, развито больше в Ногайском районе Дагестана. В научном плане из-за того, что есть Ногайский отдел в исследовательском институте в Карачао-Черкесии, в научном плане немного впереди это Ногайский район в Карачао-Черкесии. Но нельзя выделить какой-то из этих районов, у каждого есть свой плюс, у каждого есть свои преимущества и у каждого есть своя специфика, потому что все-таки кубанские Ногайцы и Харановайцы, у которых вот как раз-таки вот эти вот два района находятся, они немного разные даже, скажем так, и исторические, и в современности это немного разные области. Это как раз-таки возвращается к реальному развитию. Например, Бештауские и Кубанские, они вот как раз-таки больше к Ногайскому району в Карачао-Черкесии относятся, а Ногайцы вот Дагестана, они к Ногайскому району Дагестана больше как бы тянутся. Ставропольские вот мы, да, вот Ачкулакские Ногайцы, да, мы и туда, и сюда, потому что наши ученые, например, едут, и журналисты едут в Карачао-Черкесию в Ногайский район развиваться, больше там развиваются, а некоторые там, кто по дороговле и так далее, больше связаны как раз-таки с Ногайским районом Дагестана, потому что мы рядом живем. Вот, поэтому я не вижу, то есть мы должны пользу извлекать из обоих районов, из обоих районов, и мы стараемся это делать. Я не вижу того, чтобы... Например, в Ногайском районе Дагестана есть национальный ансамбль, ансамбль национальных инструментов, да, Ногайских, есть драматический театр. При этом драматический театр есть и в Ногайском районе Карачао-Черкесии. В Ногайском районе Дагестана есть этнографический ансамбль Айланай, есть музей, да, вот филиал музея Тахаводи. Также есть школа искусств имени Сираждина Батырова. А в Ногайском районе Карачао-Черкесии Там тоже есть музей, есть драматический театр, там есть множество ансамблей. То есть в обоих районах все это развивается, все это идет вперед, поэтому какой-то из этих районов выделить я не смогу. Понял. Скажи, пожалуйста, сегодня нагайский язык преподается в школах? Ну, то есть где он преподается факультативно, где он является обязательным языком? В Астраханской области, в Староупольском крае преподается факультативно, в Дагестане и в Карачаево-Черкесии преподается обязательно, внутришкольные программы. В каждом селе, да, именно? Да, в каждом нагайском селе преподается. И в Черкесске тоже, в городе преподается тоже. Понял. Так, вообще, какое процентное количество нагайцев именно в России знает язык и не знает примерно? Ну, я скажу так, как я ощущаю, потому что я таких исследований не вел. Я скажу, что 90% нагайцев знают свой язык, ну, как минимум, потому что. Причем и читать, и писать, и понимая, да? Ну, если мы будем говорить о литературном, чтобы писать, читать и так далее, потому что в Советские годы это не пропадал свой язык. И кто захотел, например, тот же Ахмед Ярдыкапов, он самостоятельно изучал. Мой отец тоже самостоятельно изучал. Он умеет писать, они умеют писать на литературном, очень чисто пишут. Но, например, моя мать, она знает нагайский язык, но когда пишет, у нее там возникают ошибки. Да, потому что она не изучала в школе, и она не занималась самостоятельными изучениями на грамматике и так далее. Вот. Могу ли я сказать, что она не знает язык? Нет, она знает. Она знает язык. Поэтому я сижу о знании языка, если человек разговаривает на нем, если человек может объясниться на нем это знание языка. Для непросвещенного человека, незнакомого с нагайской культурой, какие бы ты порекомендовал почитать, возможно, какие-то художественные книги о нагайской культуре, или художественные фильмы, или, возможно, документальные фильмы? Документальные фильмы очень хорошие. Вот у Салавата Хамедулина, это башкирский такой историк, у него есть документальные фильмы, я советую их посмотреть, это на БТВ, кажется, или БСТ, назывался канал. Ну, в Ютубе все эти фильмы есть, это очень хорошие, очень хорошие. Что еще есть? Есть ли из художественной литературы? Ну, на русском, даже не знаю, что посоветуют, потому что я в основном читаю на нагайском. Ну, на нагайском, например, есть. Ну, на нагайском Суина Капаева почитать, это обязательно, его книги. Вот, потом Басира Абдулина тоже нужно почитать, чтобы... То есть Суин Капаев, это видите, это Кубань, та часть, да, Басира Абдулина, это больше Хараногай и Астрахань. А почитать нужно Мусукам Курманситова, это вот Старо-Польский край, вот эти края. Вот, вот эти, если три-трех авторов почитать, то это будет замечательно. Понял. Касательно истории нагайского народа, каких писателей можно прочитать? Вот Трипалов, да? Да, Трипалов ведущий, но я бы не сказал, чтобы он... То есть он ведущий нагаевед, он ведущий нагаевед. Но все-таки я считаю, что если человек хочет ознакомиться с историей нагайцев, то лучше почитать таких авторов, как Рамазан Кирейтов, как Ашим Сикалиев. Конечно, он больше филолог, но он соавтор, например, такого издания, такой книги, как «Нагайцы», да, это в 80-х годах была издана, это прям прорыв. Вот эту книгу, если почитать, то общая картина о нагайцах сложится. Вот, Ахмед Айрлакапов по истории нагайцев, то, что он пишет, например, «Исламство» на нагайской степи, также его видеоролики, это очень хороший материал, Ахмед Айрлакапов, это человек величины, серьезный. Вот этих авторов Рамазан Кирейтов, Ахмед Айрлакапов, Ашим Сикалиев, потом, если по эпосам, тоже это Юмао Каракаев. Также в Казахстане работал Качакаев, не помню, к сожалению, имя, отчество, но тоже очень серьезный историк. Вот их посоветовало, это серьезные такие глыбы о науке. Два последних вопроса осталось. Скажи, пожалуйста, вот в массовом, я много раз общался вообще с казахами, или просто сущего разговора о нагайцах, то есть в массовом сознании, я просто хочу сказать, что в принципе люди, ну, казахи именно, они не желают ничего плохого именно на нагайцах, и в массовом сознании они, казахи, не видят больше народа, никакого народа в мире, который был бы более близким к казахам, чем на нагайцы. Это действительно так, даже соседние каракалпаки, которые также как бы считаются очень близким народным казахам, все равно таком массовом сознании, не так, как бы, ну, относятся именно как к нагайцам. Я сейчас скажу, в чем мой вопрос. То есть здесь даже дело не в том, что именно большинство людей, именно когда они даже особо не знают историю, они даже не особо, они просто вот, это даже не пропаганда, потому что пропаганды практически нету. Я серьезно, потому что в книжных учебниках я не читал, например, такого, что там прямо написано, что вот нагайцы, это сядь, когда такого нету. Я не видел, по крайней мере, те, которые читал. Я считаю, что это именно передалось именно от предков, именно с тех времен, и до сих пор как бы есть такое... А как относятся нагайцы к казахам, именно в массовом сознании? Я так скажу, раньше у нас были надежды на Казахстан, были надежды на братский казахский народ, даже были письма Назарбаеву о том, чтобы он поспособствовал, как-то передал нашу просьбу и так далее, Ельцину о том, чтобы нам дали автономию и так далее. Но было в сознании нагайцев, что казахи нам близки, и что они, скажем так, всегда будут рядом с нами. И вот это настроение, оно поддерживалось с начала 90-х по начало 2010-х годов. Но что я хочу сказать? В какой-то момент вот эта, скажем так, надежда, вот эта братская любовь со стороны нагайцев, она была использована, и я не соглашусь, что нет пропаганды, потому что все-таки она есть. Такие авторы, как Жахслых Сабитов, ну при всем уважении, я не говорю против них, как Жахслых Сабитов, как Радик Темергалиев, как другие авторы, более весомые или менее и так далее, они начали использовать вот этот фактор нагайский в своих работах и начали представлять нагайцев как этап казахской истории. С этого, наверное, пошло, и также вот свою роль, особенно в массовое сознание, вложил вот этот сериал «Казахханда», вот это, да, «Казахское ханство», я, может, неправильно произношу, где тоже было представлено, что большинство нагайцев переехало казахам, а те, которые остались, они не очень-то и хорошие там и так далее. Это мы видим впоследствии этого всего в сообщениях, в комментариях и так далее. Что я хочу сказать, у нагайцев было такое, скажем так, стремление к братству, но то, что мы не один народ, сейчас понимает большинство нагайцев, нет иллюзий таких, и вот этот вот напор, скажем так, братства в комментариях, он рассматривается как агрессия. Я говорю, как народ воспринимает. Он рассматривается как агрессия, как навязывание нам чужого мнения, то есть у нас будет идти противодействие, то есть когда тебе пытаются что-то навязать, ты же не хочешь этого. Если тебе пытаются это впихнуть, ты будешь сопротивляться этому. Любое действие, оно порождает противодействие. И поэтому я прошу братьев-казахов, чтобы, возможно, они проявили сабр, или же, возможно, они как-то отвлеклись на что-то другое. Но зайдите под любое нагайское видео, под любой нагайский клип, под любую нагайскую песню в ютубе и так далее. Зайдите в комментарии и просто посмотрите на эти комментарии глазами нагайцев. Встаньте на наше место. Мы небольшой народ, как вот ты сказал, 100 тысяч, да, нас человек. Вас 11 миллионов. Для нас вас слишком много, да? И вот эти вот комментарии, они будут... Сколько ты говоришь? 11 миллионов? Ну, как-то мы так воспринимаем. Казахов? Нет, не 11. Казахов более 15 где-то так. Хорошо, 15 миллионов. Тем более, тем более. И после просмотра вот этих, после прочтения вот этих вот авторов, которых мы перечислили, и в учебной литературе вузовской есть это, что раньше вот те, которые назывались нагайцами, нугаями, они потом стали казахами и так далее, да, вот начали называться казахами и узбеками и так далее. Вот такие вещи, они все-таки есть. Вот это вот есть, она и в учебной литературе, и в научно-популярных, в радиовыступлениях, и в сериалах, это все передается. Нет, в Казахстане. А, в Казахстане. Я, честно говоря, нет, ты не замечал, но все это, я читал, ради Катимиргалию, я читал, то, что он, действительно, он там пишет, то, что там, да, и вот этот сериал тоже есть, просто, сериал действительно есть, все это, оно влияет на простой народ. Я лично понимаю, что простой народ, он не виноват в большой степени, да, виновата вот эта вот, скажем так, какая-то сторона, которая решила вот это вот, скажем так, привить народу. Вот она виновата. Но мы от этого страдаем, и страдают наши отношения, то есть страдают от этого, в первую очередь, нагайцы, во вторую, наши отношения. И нагайцы склонны это все рассматривать, с какой стороны? Мы живем на Кавказе, мы живем в Дагестане, где есть земельный вопрос, о котором мы сегодня упоминали. Есть там Ставропольский край, есть Краснодарский край, есть там Карачаево-Черкесия, есть Дагестан, где везде есть какие-то земельные вопросы, или какие-то амбиции и так далее. В Краснодарском крае Ткачев там, о нас что-то говорил. И когда казахи говорят, типа, вы должны вернуться в Казахстан, мы воспринимаем это, как попытку нас выдворения с наших земель родных. И что это будет играть на руку тем силам, недоброжелательным к нам, которые хотят наши земли, которые вот, против которых мы там ели, как отстояли наши земли в семнадцатом году. Вот так вот воспринимает народ. Я говорю о народе, о массовом сознании. Поэтому вы должны нас понять, вы должны понять, что вот эти вот заявления, я не говорю ты, я говорю казахский народ, в общем, которые стремятся комментировать и так далее, что вот эти вот заявления, они будут играть на руку, не на пользу нагайцам, да, и мы вот так будем это воспринимать, как народ, мы будем это воспринимать. Назови трех, по твоему мнению, трех самых великих казахов нагайцев. Трех самых великих нагайцев. Но в первую очередь, это, конечно, хан Ухай, да, это тот человек, который дал нам свое имя, который принял ислам, который отделил свой улоз от остальных земель, который сформировал особую общность внутри своих земель, из которой потом вышел наш народ. Второй человек такой великий, это Эдиге, Эдиге. Эмир Эдиге, потому что он реально, то есть, его династия основала наше государство, но он пытался удержать золотую рду в целости. Последний человек, который это все пытался сделать, и которому это удавалось. Это второй человек, Эдиге. Третьим человеком я назову Абдурахмана Умерова. Абдурахмана Умерова, это Харагаш, кстати, астраханский, которого сегодня называют татарским просветителем кто-то, но он себя считал нугаем, у него была твердая нагайская идентичность, и он был практически, скажем так, основоположником интеллектуальной школы нагайской, основоположником. Это вот в конце 19-го, начале 20-го века. Все вот эти люди, как Абдурахмид Джанибеков, Басир Абдулин, как Булат Салиев, как Наджиб Гасри, они все практически вышли из его школы. Поэтому он великий человек, и он, кстати, очень хотел основать, он очень хотел какую-то автономию тоже для нагайцев на Северном Кавказе. Он именно видел автономию на Северном Кавказе. И поэтому я считаю, что он великий человек. Три человека, вот Нугай, Эдигей и Абдурахмана Умерова. Все. Мои вопросы закончились. Я надеюсь, что это видео выйдет, хорошо выйдет в общем, все получится. И люди, которые не разбирались до этого в этой теме, и которым нужна была эта информация, они получат эту информацию. И большое тебе спасибо. Как говорят, много, это салбол. Да, без деда, бексау, волна сдавает Адвард. У нас тоже говорят, бексау, волнас, это как большой Архмед, короче. В принципе, все. Есть у тебя что-то еще добавить? Ну, что я хочу сказать? Нагайцы и казахи, они должны быть братьями. И не должны работать против друг друга. И не должны делать что-то, что будет неприятно кому-то из нас. Например, если вы видите, что нам что-то неприятно, то не делайте этого. Также и мы, если будем видеть, что мы делаем что-то неприятное для казахов, как народа, то мы тоже не должны будем этого делать. Если у нас будет кто-то, кто будет это делать, мы его остановим, не сомневайтесь в этом. Но также мы хотим от вас тоже этого, вот того же самого. То есть мы должны быть братьями, я всегда к этому призываю. И давайте оставим все эти споры, давайте все это будем выводить на более высокий уровень, Вот на тот уровень, на котором мы сегодня с тобой общаемся, и на еще более высокий, на научный, на общественный уровень, и будем взаимодействовать на благо, но не на рознь. Вот это мой призыв.